А в театре имени Станиславского и Немировича Данченко состоялась премьера оперы Луиджи Керубини «Медея». В России эта известная вещь, как ни странно, ранее не ставилась никогда. И вот, наконец, за неё взялся режиссёр Александр Титель. За главную партию «Медеи» доверили двум солисткам оперной труппы. Это знаменитая Хибла Герзмава и одна из солисток Наталья Мурадымова. Никаких древнегреческих колонн и белых одеяний зрители не увидят. На сцене некое среднестатистическое военное время. В качестве декорации бетонные рассекатели волн, занимающие почти всё пространство. И вот в такой суровой обстановке зритель видит свадьбу аргонавта Ясона и его возлюбленной. Церемонию прерывает колхидская царевна Медея. Она уже успела убить собственного брата ради своей любви, но это только начало кровавой истории. Отвергнутая Ясоном, она погубит не только соперницу, но и своих собственных детей. Артисты признались, что музыкальный материал оказался необычайно сложным. Непростой работа показалась и самому режиссёру. Дело в том, что в ней много такой драматической музыки, очень насыщенное музыкальное пространство, очень плотное. Но в то же время там очень мало действия. Там больше переживаний, размышлений, призываний богов, мести и так далее. А ей надо просто, этой опере нужно инкриминировать действия. Ну и потом хотелось, чтобы это была всё-таки история более близкая к нам. Если сегодня мы попытаемся там ходить в каких-то тогах, туниках на фоне белых камней и синего моря, так сказать, это будет, в общем, смешно. Мы эту культуру потеряли. Премьера оперы «Медея» состоялась впервые в 1797 году в Париже. После этого её на время позабыли. И только в 20 веке произведение получило второе рождение, когда известный режиссёр Пьер Павло Пазолини снял фильм «Медея» с Марией Каллас в главной роли. Но даже после этого за самую известную оперу Керубини постановщики по-прежнему берутся редко. Керубини постановщики по-прежнему берутся редко.